Особое мнение на 101FM Во-первых, конечно же, результаты голосования сегодняшнего, точнее вчерашнего и недельного. Результаты сегодня подвели, как в целом их оцениваете. Россияне поддержали изменения к Конституции. По Кирову явка не очень высокая, почти 45%. По области явка, естественно, выше. И явку, как я понимаю, сделали районы области. Добрый день, уважаемые слушатели. Всем приятного летнего дня. О выборах, о голосовании. Не о выборах, а о голосовании. Вы знаете, результаты для меня, конечно, они имеют двойственный смысл. Я, во-первых, вижу рост сознательного голосования. Почему? Потому что вот это голосование было не нужно сегодня. В соответствии с нашей Конституцией. Те поправки, которые вносятся, они не выносятся на референдум. А у нас это не референдум было. Это было голосование. То есть, вот давайте со стороны прагматизма посмотрим на это все. Зачем на то, что не нужно, мы потратили столько денег? Может быть, те деньги, которые мы затратили на все это голосование, было нужно направить нуждающимся семьям в условиях пандемии? Кто потерял работу? Больным детям и так далее, и так далее. Эти поправки приняло более двух третей законодательных собраний. Принято Государственной Думой. Утверждено Федеральным Советом Федерации. Все. Не нужно это было делать. А денег мы истратили. Ну, по Кировской области назывались цифры 90, по-моему, миллионов рублей на обеспечение мер защиты. 90 миллионов. 240 в целом. И, по-моему, еще около 50 миллионов на информационную кампанию. Только на средства защиты. За средства защиты можно было построить пол детского садика. Половина детского сада. Ладно, давайте все-таки. Ну, результаты. Да, мы понимаем, что есть вопросы по этому поводу, насколько оно было вообще необходимым, это голосование, учитывая, что вроде как все решение уже принято. Да, и это такая, ну, декоративная, что ли, история немножко. Все-таки по цифрам. Что меня удивило, например, да, вот я сейчас на сайте Центральной избирательной комиссии на Кировскую область смотрю и думаю, все-таки, значит, ну, вот я уже сказала, да, явку и процент за больше все-таки дали районы области. Это, наверное, такая, ну, стандартная для России история, когда города крупные голосуют, ну, там выше процент протестного голосования, да, а города поменьше голосуют все-таки в поддержку действующей власти. Меня удивил, например, результат по Зато Первомайский, да, Зато Первомайский, мы все знаем, это вот ракетная часть в Юрье. Значит, это самый высокий результат процентов против в Кировской области, почти 37 процентов, что для меня, конечно, поразительно. Вы можете это объяснить как-то? Мне объяснить сложно. Ну, еще раз, я объясню эту тему растущим самосознанием наших граждан, даже бюджетников, даже военных. Даже военных. Ну, удивительно, на самом деле, ну, посмотрим, да. Вот лучше бы зарплаты им побольше. Мне кажется, у военных и так сейчас, ну, с точки зрения стабильности, по крайней мере, наверное. А у их семей? У них семей? Да, у них же есть дети, жены, родители, пенсионеры и так далее, и так далее. Ну, пенсионеры-то как раз вроде бы воспринимаются как та часть... Коммунальные платежи, которые душат. А, вон оно как. Зарплаты так наши не растут, как коммунальные платежи, как цены в магазинах, как курс валют наш, да? Поэтому еще раз, люди понимают, холодильник начал побеждать, телевизор. Понятно. Вы сами ходили вчера? Конечно. Или раньше ходили, вчера ходили? Обязательно, да. И раньше ходил, и вчера ходил. Можете позицию свою озвучить? Вы голосовали да или нет? Куда вы галочку ставили? Я не считаю необходимым это озвучивать, потому что не считаю, что вот я должен свое мнение навязывать и как-то транслировать. А я считаю, выбор должен быть какой-то, ну, все-таки... Тайна голосования должна быть. Тайна голосования, да, должно быть. Поэтому еще раз, не буду навязывать свое мнение никому. Выбор у каждого должен быть осознан. Я его сделал. Вы на вашем участке какие-то нарушения заметили, обратили на что-то внимание. Вообще на вашем участке была возможность у людей ознакомиться с текстом поправок, полным текстом? Была возможность, но я все же думаю, что большинство из тех, кто голосовал, эти поправки, конечно, никто не прочитал. Никто не прочитал. Не поправки, не анализ этих поправок, да, который делался на протяжении всего периода подготовки, так скажем, да. Скажите, пожалуйста, вот те изменения, которые сейчас уже народом, так сказать, поддержаны и утверждены изменения в Конституции, насколько они будут обязательны к исполнению, я бы так сказала, да? Конституция наш основной закон, свод всех наших правил. И что? Мы видим огромное количество прекрасных совершенных тезисов, прописанных в Конституции и в Конституции 93-го года. Их было много. Но давайте возьмем, для примера, статью, например, 29-ю, по-моему, да, это по поводу свободы выражения собственного мнения, или статью 31-го, да, право на свободу собраний, по-моему, вот так она звучит. Ой, слушайте, я вам по этому поводу можно расскажу, напомню всем нашим радиослушателям, вам хороший анекдот, повеселим немножко, да? А русский американец спорит, у кого лучше демократия, у кого больше свобод. А вот американец говорит, я, говорит, могу выйти к Белому дому и сказать, что я ненавижу нашего президента. Русский говорит, хорошо, мы тоже можем выйти на Красную площадь и сказать, что мы ненавидим вашего президента. Все. Поэтому со свободой и волей изъявления она у нас всегда есть. Я все-таки больше в другую сторону вопрос хотела бы сориентировать. Я понимаю, что Конституция наш основной закон, и там много хороших вещей, вот эти социальные поправки про индексацию пенсии, про защиту русского языка, естественно, про защиту нашей всей территориальной целостности, да, и про защиту истории, и про все, про все, про все. Но там вот дети, например, приоритет государственной политики. Значит ли это, что сейчас любой родитель больного ребенка, например, может купить в магазине экземпляры этой Конституции, они уже продаются, да, и с этим экземпляром, например, прийти куда-то к представителю власти и говорить, слушай, ну вот у меня ребенок болеет, да, и нужны такие-то лекарства. Вот тебе Конституция, смотри, что там написано, дай-ка мне лекарства. Но, к сожалению, наши чиновники настолько понимают широту и полноту нашего русского языка, что они трактуют наши законы так, как им удобно. В частности, вот помните там мой иск по поводу нарушения регламента, да? А, это мы говорили про главу администрации. Я услышал ответ про главу города, что у нас прописано. Регламент обязателен для исполнения, все, других терминов нет. А вот из слов юристов и главы города я услышал, что регламент, как правило, обязательен к исполнению. Есть в этом разница, да? Ну, разумеется, да. Ну, конечно, есть. Ну, тогда объяснялось тем, что назначение внеочередного заседания городской думы, да, должно было проходить. Поэтому так же и с поправками, и с заботой о мамах, о детях и так далее, и так далее. То есть это декларативная история? Как мы сейчас видели, как помогают бизнесу нашему, да? Сказали, всем дадим, всем поможем в условиях пандемии. Кому помогли, скольким дали? Нет, ну, кому-то помогли, конечно, но многие столкнулись с большими проблемами при получении помощи и говорят, что, возможно, не получат ее совсем. Еще один вопрос, Альберт Александрович, по голосованию вчерашнему и недельному прошедшему, да, и, наверное, с этой темой будем закругляться. У вас во дворе было так называемое скверное голосование? Еще раз слушателям нашим напоминаю, что это от слова сквер. На пеньках голосование, на столике, на детской площадке, в домике, на горке. У меня во дворе этого не было. Я действительно видел такое в других дворах, в нескольких. Ну, удивлен. Слушайте, а вот эта история, ведь она на самом деле, ведь хорошая история, это, смотрите, гражданское самосознание повышается. Не надо никуда идти. Вот ты вышел из подъезда. Очень хорошая история. А кто будет следить-то там? Кто будет следить за правильным подсчетом, за правильным опусканием? Где, у кого есть уверенность, что сами, кто стоял там в этих скверах, принимал участие, организовал это скверное голосование, не опускали туда бюллетени. Ведь ни у кого такой гарантии нет. Мы же так вот сейчас дойдем, нам уже предлагают, давайте голосование на выборах проводить подобным образом. Вот у меня вопрос, не будет ли эта практика применена и дальше? Не удивлюсь. Не удивлюсь. Конечно, очень возмущен, удивлен, но, ну, раз уже звучит это из уст больших руководителей нашего государства, что нам ждать? Так же будем, видимо, на пеньках голосовать за наших депутатов. Ну, а если все-таки вот это голосование будет сопровождаться достаточно такой вменяемой, как бы, да, и оправданно, там, да, поддержанной какой-то процедурой наблюдения? Как вы себе представляете? От каждого кандидата-депутата к каждому пеньку подстоит наблюдатель? Да вы что, денег не хватит ни у кого? Ну, это же нереально. То есть вы все-таки по старинке бы предпочли, на стационарных участках, чтобы все это происходило? Слушайте, я не по старинке, я по разуму, понимаете? По разуму и по правилу. Так будет более правильно, так будет больше уверенности у наших избирателей, у наших кандидатов, что не нарушаются права, нет фальсификации и так далее, и так далее. Не поддерживаете вы, в общем, предложение? Идельное голосование? Нет, не поддерживаю. Переместить избирательные комиссии в каждый двор? Нет. Не поддерживает Альберт Бекалюк, депутат Кировской городской думы. Хорошо, продолжаем. Давайте к последнему, ну, к недавнему заседанию обратимся, да, к городской думе. Там было несколько важных вопросов, которые там, в том числе на жизни нашей с вами и жизни всех кировчан непосредственно отразятся. Но, во-первых, я бы хотела вас спросить, я просто на сайте «Справедливой России» вижу релиз по вашему выступлению и вашей критике отчета об исполнении бюджета за прошлый год. И, честно говоря, не очень понимаю, что вызвало ваше возмущение. Озвучивалась информация, озвучивались цифры главой департамента финансов администрации города Гульнары Сайфуддиновой по исполнению бюджета. И я так понимаю, что доходы бюджета исполнены на 95 с хвостиком процентов, да? И вы говорите, что недоисполнение доходов 700 миллионов рублей. И вас это возмущает. Меня возмутило не только это. Во-первых, почему я голосовал против? Голосовал я против потому, что не было представлено отчета о деятельности Кировской городской думы об исполнении бюджета. Отчета об исполнении бюджета Городской избирательной комиссии. Его не было. А они должны были быть? Или это пожелание происходит? И не было отчета счетной палаты. Вы знаете, я не случайно спросил руководства города, что вы, опять же, считаете эти вопросы не вопросами местного значения? Помните, когда я написал письмо, там, сколько тратится у нас денег руководством города на санитарно-курортное лечение, мне ответили, что это не является вопросом местного значения, да? Что я очень удивился. Потом все-таки они исправились, но цифры не расшифровали. Так вот, мне опять сказали, отчет есть, но он в интернете, смотрите там. То есть депутатам не представили? Да, депутатов посылать куда угодно, в интернет, там, и так далее, и так далее. Ну, документы должны быть. То есть это деньги муниципалитета, в том числе расходованы на избирательную комиссию, на счетную палату, на городскую думу. Интересно было бы знать. Вот там штат под 40 человек у нас в думе. Я о чем говорю, что их пора сокращать всех? Давно уже пора. Когда я работал, было 9 человек, сейчас в 4 раза больше. Мы не про депутатов, мы говорим про тех людей, которые организуют работу. Аппарат, аппарат думы. 40 человек, в том числе там под десяток пресс-службы. Что она делает? Ну, пресс-служба же занимается не только городской думой. Пресс-служба же занимается и администрацией города. И я вас уверяю, что огромное количество вопросов от журналистов. Разные органы и разные бюджеты. Не может. У нас разные органы, вы понимаете? Деньги думы на администрацию тратиться не могут. Так же, как сотрудники, работающие в пресс-службе думы, не должны работать на освещение администрации. Ну, это разные карманы. Это нарушение. Так. Так. Едем дальше по бюджету. Второе. Значит, что вызвало теперь мое возмущение, да? Когда мы послушали доклад, и я готовил свои выступления, и небольшой анализ, я своим коллегам сказал. Проценты звучат просто великолепно. Исполнение 95, освоение 93,3. Высокие проценты. Но давайте сейчас, коллеги, я ваши проценты, вот эти проценты переведу в реальные рубли. И что мы получаем в реальных рублях? Значит, 95,2 процента, это мы недособирали в бюджет 700 миллионов рублей. Недособирали. То есть эти деньги не стали участвовать в экономике города. А почему недособирали? Есть пояснения? Плохо работаем. Плохо работают. Кто конкретно плохо работает? Ну, я вам могу остановиться там по тем, значит, кто что недособрал. Я даже фамилии там не прошу называть. Я просто говорю, да, давайте по ведомствам, по структурам. Кто должен был собрать, но не собрал. Это в основном у нас налоговые и неналоговые доходы. Значит, недоимка в бюджет по налогам у нас остается достаточно высокая. 165 миллионов, это не за этот год, она тянется, но, к сожалению, уменьшается, но крайне низко. Или минусуется. Да, у нас идет огромное снижение неналоговых доходов. Минус 26% собираемся к прошлому году. Что такое неналоговые доходы? Это аренда за землю, это аренда за муниципальное имущество. Это все то, на чем город, вот имея свое имущество, на этом зарабатывает. Да, давайте, Альберт Александрович, еще раз поясним, что это мы сейчас говорим про 19-й год, про бюджет 19-го года. Конечно, это был отчет об исполнении бюджета 19-го года. То есть это в 19-м году недособрали. Все верно. Еще то, коронавирус. Да. И задолженность по неналоговым доходам на сегодняшний день достигла 365 миллионов рублей. Это говорит о том, что юридические структуры администрации департамента муниципальной собственности работают крайне неэффективно. Именно юридические службы. Они должны взыскивать эти деньги. Если кто-то не платит, должны обращаться в суд и взыскивать, и взыскивать. Но эта сумма растет и растет. Результата нет. Спрашивается, почему? А потому, что нет ответственности. Никто ни за что не отвечает. Вот никто ничего не делает, все хорошо. Все получают свои зарплаты, получают премии. Вот так достигают до пенсии, и пенсии будут получать. Ну, слушайте, может быть, есть объективные причины какие-то? Анна, только на одни повышенные пенсии нашим пенсионерам, которые проработали всю жизнь в нашем муниципалитете, мы из бюджета ежегодно тратим 18 с небольшим миллионов рублей. Это доплаты. Вот есть там средняя пенсия, а мы из бюджета за их героический труд им доплачиваем еще там. Вот на всех наших бывших сотрудниках 18 с половиной миллионов рублей. Ну, за что? Вот я не вижу такого героизма. За то, что их ругают постоянно, представители власти ругают постоянно, они всю жизнь это терпят, ну, хотя бы на пенсии они могут хоть сколько-то денег получить сверху за это. Не ругают тех, кто показывает результат, а если результатов нет, это как раз оценка их труда. Еще раз говорю, героизма нет. Да, но все-таки вот эта история с несобранными платежами. Вы задавали вопрос, ну, то есть, может быть, действительно есть объективные причины, помимо нежелания работать, как вы говорите. Ну, то есть, у бизнеса денег нет, там, сложно найти этих арендаторов, еще что-то. А грамотность планирования? Мы про нее забыли уже? Мы же, окромя вот этих вот доходов, мы же планируем под эти цели и расходы наши. А, то есть... А теперь говоря о расходах. То есть, вы говорите о том, что не надо было вносить тогда эти источники, да, поступления денег, если было предположение, что мы не соберем. Теперь к расходам. Значит, процент исполнения по расходам также 93,3. Хороший процент, да? Хороший, хороший. А вот в рублях это получается практически 1 миллиард без 20, там, 1980 миллионов. То есть, миллиард не израсходовали? Да. Эти деньги не пришли в экономику города. На эти деньги мы не построили дороги, мы не сделали, не знаю, там, тротуары, мы мало вложили в систему ЖКХ, мы в систему образования и так далее, и так далее. А как эта сумма образовалась, Альберт Александрович, можете пояснить? Вот миллиард это что? На что мы не потратили? Значит, продиктую, вам расскажу перечень муниципальных программ с наибольшим объемом неисполнения расходов. Муниципальная программа переселения граждан из аварийного жилого фонда. 413 миллионов. То есть, не успели построить и переселить? Вы знаете, нам действительно так говорят, что был контракт заключен в 2019 году на строительство двух домов в Долгушино и еще там в каком-то, там, в Нововятске, да, в Нововятском районе. Но программа-то действует с 2014 года по 2020. Раз вы планировали эту программу, прорабатываете ранее с застройщиками, вы знали прекрасно, что эти деньги поступят. Так это нужно было раньше делать и строить, а так результат освоения 5%, переселения 5%. Из 100. Да, муниципальная программа развития транспортной инфраструктуры 403 миллиона рублей. Это не связано никак с той транспортной схемой, которую не утвердили? Нет, с той транспортной не связано. Продолжу. Развитие образования, это вот самое крупное по неосвоению, 77 миллионов рублей. 77 миллионов рублей мы не досвоили в нашем образовании. Ну, это бы, я бы сказал, еще не такое, скажем, страшное деяние, как деяние, сейчас я вам расскажу о... Ольберт Александрович, просто документов с собой много. Да что, весь бюджет тут 100 с лишним страниц, поэтому я вот разложился перед собой, наверное, кто смотрит и видит. Итак, самое страшное. Самое страшное. Это наши национальные проекты. Значит, из четырех национальных проектов... Давайте напомним, каких? Реализация мероприятий безопасной и качественной автомобильной дороги. Раз. Не исполнен на 123 миллиона рублей. Я не буду называть вам проценты, проценты хорошие. Вот в суммах. То есть дороги не достроили у нас на 123 миллиона рублей. Не досвоили. Проект второй. Жилье и городская среда. Так. Минус 565 миллионов рублей. Тоже процент хороший? То есть 565 миллионов? Там уже хуже. Там он... Да, 60, но в рублях это 565 миллионов. Не потрачено. Демография. 4,5 миллиона рублей. Исполнен только один из четырех национальных проектов. Это образование. Там были построены детские садики. А демография тогда, простите, пожалуйста, что я думал? Это строительство детских садов. Вот в рамках... Нет, образование строительства детских садов. Или образование это школа? Нет, вот в этом национальном проекте как раз это строительство было детских садов. Они построены. Они построены. А проект демография, который провален? На 100%. Он не провален. А, он не провален. Он выполнен. Единственный из четырех он исполнен. И поэтому мы с вами не случайно помним критику губернатора в адрес бывшего главы администрации. Да, Илья Шульгина, да? Да. Ну, вот видите, человек же не справился. И что? Наступили последствия. И что? Ну, а дальше-то что? Экономика города, я вам еще раз повторю, не получила миллиард рублей. Миллиард. Что на вашу критику вам сказали ваши коллеги по Градской думе? И что сказал вам глава администрации Дмитрий Иосипов? Там, кто следил, 10-минутная пауза, тишина. И после этого больше никто не решился выступать. Сказали, давайте будем голосовать. Я еще раз повторяю, что отчет, во-первых, он был неполный. Во-вторых, те цифры, которые, вот переведя опять же из процентов рублей, они просто ужасающие. На мой взгляд, это, ну, крах исполнения бюджета. Мы по неналоговым, значит, по освоению, извиняюсь, по освоению сработали в 2,5 раза хуже, чем в прошлом году. То есть у нас вот этот объем неисполнения от года к году увеличивается. Это о чем говорит? Нет ответственности у чиновников. Нет никакой ответственности. Ну, поработали не здесь, уйдут в другое место и дальше. И что? Я вот, честно говоря, до сих пор не понимаю, почему наши особо, так сказать, там, значимые службы, силовые структуры, до сих пор не ведут там выемку и результатов этой деятельности. Выемку документов и исследования этой результатов деятельности. Три национальных проекта не исполнены. Три. Ну, может быть, и ведут, просто пока без выемки документов? Не знаю. Не знаю. Пока не вижу. Пока не вижу. Полгода прошло. Хорошо. Эти цифры были известны. Хорошо. Альберт Александрович, давайте, давайте. Все-таки, вот, по отчету, скажем, слушателям, да? Отчет утвердили, я так понимаю. С небольшим перевесом проголосовало 20 человек. А если бы проголосовало 18, счет был бы не утвержден. Ну, отчет утвержден. К сожалению. С теми цифрами и теми показателями, которые есть. К сожалению, я еще раз говорю, он, во-первых, он неполный, он не должен был быть утвержден. Это, опять же, вот, наше думское большинство, которое готово поддержать все, хоть, я не знаю, хоть там изменения времени года, завтрашнего дня. Ну, утвердили, тем не менее, да? Да, к сожалению. По вашим замечаниям, был какой-то бэк, ну, ответная какая-то реакция, ну, на будущее хотя бы? То есть, явно, что с результатами 19-го года мы в 20-м году уже ничего не сделаем. Единственное, я запросил, мне было интересно по одной из программ, это субсидии нашим сельхозтоваропроизводителям. Там четыре предприятия, которые у нас получают субсидии, это Красногорский, Молочный комбинат, Заречья и СПХ Кировская. Да, вот мне было интересно, там, как распределяются эти субсидии в зависимости от объема уплаченных налогов в бюджет города. Вот мне пообещали дать. По поводу отчета, еще раз говорю, городской думы, ну, мне тоже интересно, сколько мы там расходуем на санаторно-курортное лечение, на бизнес-поездки, на другие континенты, там, и так далее, и так далее. И что нам это дает? На тот, там, немыслимый штат в 40 человек? Не понимаю. Ну, я думаю, что все-таки это будет, эти документы представят, и в дальнейшем я также проведу анализ. Но пока непонятно, когда их представят. Пока непонятно. Пока непонятно. Альберт Бекалек, в нашей студии мы сейчас сделаем перерыв и вернемся после полутора минут. Мы продолжаем. Альберт Бекалек в нашей студии, депутат Кировской городской думы, еще про заседание, про те темы, которые поднимались. Ну, безусловно, людям нашим, жителям города, важна тема капремонта, которая озвучивалась. И тоже там довольно живо и горячо обсуждали вы ее, насколько я понимаю, да? Есть у нас вопрос на сайте. Если житель города спрашивает вас, допустим, у кировчанина есть долг по капремонту 1055, тут мне страшно уже становится, как можно было накопить такую сумму, стоит ли его платить? Ведь фонд капитального ремонта так неэффективно расходует деньги. Ну, насчет платить, это дело каждого. Хочется судиться, можно судиться. Но по закону-то, конечно, мы обязаны все оплачивать, насколько я понимаю. К вопросу о капремонте. Вы знаете, по закону это тоже добровольные взносы, да? Ну, а нас они получились как-то впринудительные. Выбирай добровольность, чем тебя съесть, с уксусом или со сметаной, как в детском анекдоте. Все-таки по поводу капремонта. Если я верно поняла, то, ну, собственно, ситуация не изменилась. Мы эту тему как-то с вами поднимали и ваше предложение как раз обсуждали освободить жителей города Киров, Кировской области от уплаты этого взноса временно. Потому что на счетах фонда капремонта накопилась сумма почти в 3 миллиарда рублей. Да, действительно. И эта сумма накопленная, она есть. И министр энергетики ЖК Кировской области Андрей Балдыков, когда рассказывал вам на заседании о вариантов проведения капитального ремонта, и о том, что делать вот с этими деньгами, к вашему предложению не прислушался. Я напомню, что мы пока не платим, у нас временные моратории в связи с пандемией, но он закончился. С 1 июля все закончилось. Но в июле мы еще не получим. Давайте напомним нашим радиослушателям, что в конце прошлого года, когда выступал перед депутатами городской думы бывший руководитель фонда капремонта, он нам озвучил цифру, что на конец прошлого года на счетах было практически 3 миллиарда, около 2 900, 2 850, 2 870, не помню там точно. Прошло полгода, пришел к нам на думу новый, уже не руководитель фонда, а министр ЖКХ, и он нам озвучивает те же цифры. Я задаю вопрос, вот скажите, у вас 3 миллиарда, сколько вы планируете собрать в этом году с учетом приостановки? Мне говорят, миллиард. То есть будет? Миллиард. Будет 4. Я говорю, сколько вы планируете... Ну, сколько-то потратится из них. Да, я спрашиваю, сколько вы планируете освоить из 4? Вот у вас 3 есть плюс 1, будет 4. Сколько вы планируете потратить? Мне говорят, ну, в лучшем случае 2. Хотя я очень сомневаюсь. Не потратят они столько, они потратят миллиард-полтора. Значит, в любом случае, если они даже исполняют свои обещания, обязательства потратить 2 миллиарда, у них 2 еще остается. Зачем? Зачем? Вот когда в прошлом году я выступал и говорил, что давайте мы, пока вы не освоите эти деньги, с людей не будем брать, да, не только с людей, ведь и бюджеты платят туда, и бюджеты платят, в том числе и наш городской, и другие, там, наши районы и области. А что мне сказали? А что мне сказали? Это невозможно, если мы остановим хоть на месяц, это там не возобновить эту работу, вообще никак, все рухнет, вся система. Ну, люди и отучатся платить, да. Вот случилась пандемия. Президент, президент, мэр Москвы, я помню, из его уст впервые там прозвучало это освободить. Освободили. За 2 дня решили вопрос. Ничего же не рухнуло. Но мы пока не знаем, какой будет собираемость платежей по южеским платежкам. Пока не можем сказать. Слушайте, я вас уверяю, будет такая же. Будет такая же. Вот, особенно, самые лучшие плательщики, это наши пожилые люди, да. Они, чтобы получить свою компенсацию, да, они первым делом бегут, не на себя тратят, а платят именно за коммуналку. Поэтому все будет хорошо. Собираемость будет. Освоения не будет. Деньги опять будут также лежать на депозите в банке. И самое, что интересно, вот в этой ситуации я удивляюсь и задаю вопрос. Вот, видимо, что-то я не понимаю. А фонд капремонта, структура областная, да, 3 миллиарда у нее есть, унесло в Сбербанк, положило на депозит под 4%. Тут же дефицитные бюджеты и области, и города, отдав эти деньги в этот фонд, идут, берут займы на свою текущую деятельность в том же Сбербанке, но берут уже под 8%. Вот слушайте. Не проще ли самим у себя занять? Вы про это говорите, да? Ну, хотя бы мы 4% эти сэкономим. Мы почему кормим какой-то коммерческий банк? Это что? Или какой-то там очередной схематоз, или невозможно договориться? Я не знаю, возможно это разве сделать, чтобы... В чем проблема? Чтобы можно было пользоваться деньгами фонда капремонта. Ну, кто управляет, им еще раз спрошу. Чья структура? Областная. Ну, смотрите, просто банк-то, он ведь всегда найдет тебе деньги твои. Конечно. Да, а тут вот если ты деньги фонда капремонта потратишь на что-то более важное, пока они там лежат без движения, да? А потом раз и случится то, на что деньги понадобятся. Ты можешь не успех найти. Ну, с 3 миллиарда 4% это 120 миллионов, да? Вот я посчитаю. Это теряет, по вашему мнению, город? Это приобретает банк. Ну, понятно. И теряет город. За что? Почему у нас такие, не знаю, подарки делаются коммерческим структурам? Не понимаю. Ну и второй момент. Зачем они там лежат? Зачем они там лежат? Наше население нищает. Бюджеты дефицитные. Мы все равно туда несем. Все равно отдаем. Они лежат там в ожидании руководителя фонда капремонта, который придет и наладит работу фонда. Мы все годы эти ждем, не появилось и не наладилось. И не наладят, я вас уверяю. Ну, потому что так работают они. Вот весь ответ заключался этого министра у нас. Мой вопрос, зачем вы это все там? Нам нужно деньги осваивать. Я же сказал, так вы же это не делаете. Ну, собирать все равно они будут. Ну, понимаете, ну это же, я не знаю, я не понимаю, это какое-то кощунство. Это вот специально загоняет все наше население, наши бюджеты в какую-то долговую яму. Там был какой-то важный вопрос, насколько я понимаю, связанный с ремонтом домов, которые являются объектами культурного наследия. И это большая действительно проблема, потому что эти здания, ну, как бы, нуждаются в значительно больших вложениях при ремонте. Кто считал? Плюс там экспертиза еще должна быть. Кто считал? Начинать все, не знаю, государство должно было посчитать, нет? Я сомневаюсь. Власти должны были посчитать. Я сомневаюсь. Откуда взялась цифра в 100 рублей? А почему не тысячи? А почему не какая-то... Нет, стоило 100 рублей, которые вы называете, это та сумма, которая была посчитана для жителей этих домов, либо предлагался еще один вариант. В домах живут как раз люди не самые, так сказать, обеспеченные. Но давайте их пожалеем немного. Ну, есть еще ведь один вариант, он тоже вам предлагался, насколько я понимаю, ну, не для голосования, а просто для информирования. Это разделить стоимость капремонта в таких домах на всех жителей области, да, то есть разложить на каждого по чуть-чуть. Вы знаете, еще раз, нам может предлагаться все, что угодно, но это полномочия правительства, никак не депутатов городской думы. Вот я как депутат могу фантазировать все, что угодно, а решение принимает правительство. Поэтому еще раз обращаюсь к нашему правительству. Задумайтесь, дайте нашему населению вздохнуть от этой коммунальной кабалы. Ничего не случится с вашим фондом. Ну, не заработает Сбербанк лишних там 100 миллионов на деньгах нашего населения. Дайте людям вздохнуть спокойно. Тяжело всем. Многие потеряли работу, многие потеряли доходы и так далее, и так далее из-за этой пандемии. А мы им говорим, давайте, сейчас с 1 июля еще тарифы на тепло повысили на 7,6%. Ну, намного на что повысили. Ну, мы вообще, мне кажется, вот, вот, наши руководства не понимают последствий всего этого. Ну, невозможно же так жить. Ну, жили же и живем. У нас так зарплаты не растут. Не растут. Еще раз говорю, люди работы потеряли свои. Потеряли большинство. У нас процент безработных увеличивается. У нас выигрыши от пандемии, я вам скажу, только одна категория. Это чиновники. Это чиновники, я вас уверяю. В их зарплатах идет только увеличение. Ежегодно плюс 5%. Даже учителям в этом году обещали, но не повысили. Да, помните, вот мы тоже с вами разбирали. Обещали 7, потом сказали, что на 3,5 повысили. Даже и 3,5 не дали. А вот у чиновников все хорошо. А помощь, говорят, нужна всем. И их в том числе освободили. Почему их освободили? Пусть они платят за капремонт. Они же ни в чем не пострадали. Не знаю, что можно порекомендовать. Вы какие-то шаги-то ведь собираетесь предпринимать в этом направлении? Но мои шаги это только громкие выступления. Да, а дальше? И поддержка населения. Решать-то кто должен этот вопрос? То есть вот эта история с платежами... Еще раз, по поводу капремонта, это полномочия правительства. Это областная история. То есть выходить надо либо на депутатов своих, я правильно понимаю, чтобы депутаты... Ну, депутаты областного законодательного собрания, к сожалению, эти полномочия передали правительству. И сейчас сами в этом вопросе решения не принимают. Но они же могут каким-то образом повлиять, разве нет? Сейчас нет. Нет, я имею в виду морально, убеждать. Ну, повыступать могут. Повыступать могут. Хорошо. Еще один вопрос у нас остается. Я думаю, что мы успеем очень коротко по этой теме поговорить. Это тоже вопрос, который должен был рассматриваться на заседании Городской думы, но с рассмотрения за день его сняли. Это история с размещением. Не стационарных торговых объектов на придомовых территориях. Ну, вот это коротко. Разум в головах чиновников наконец-то восторжествовал. Так. Скажу почему. Значит, вы помните, так же мы с вами обсуждали, на прошлой думе я предложил нашему руководству города, главе администрации, главе города, провести встречу, закрытую с предпринимателями. И попросить их именно с теми предпринимателями, которые за последние годы, начиная с 2014-го, покинули наш регион и зарегистрировались в других субъектов. В Москве, в Татарстане, в Нижнем, в Ямале и так далее, и так далее. Вот по самым скромным подсчетам от того, что эти предприниматели у нас переехали в другие регионы, наш бюджет городской ежегодно теряет порядка 150 миллионов. Только городской бюджет. Это по самым скромным подсчетам. Так вот, такую встречу организовали у нас, я от НТО, сейчас перейду плавно к этому, да, такую встречу у нас организовали, но только с участием налоговой инспекции. Пришли два предпринимателя. Не буду называть их, но только вот эти два предпринимателя, которые перед нами выступали, они могли бы, если бы они остались у нас, или бы вернулись обратно, ежегодно только наш городской бюджет пополнять на 90 миллионов рублей. Хорошие предприниматели. Только два. Я вас уверяю, я позвонил, наверное, 20 своим знакомым, сказал, а мне сказали, не-не-не, Альберт, мы тебе доверяем, все хорошо, но участвовать с налоговой мы как-то не хотим. Вот если как-то это закрыто будет. Вот опять же, все мои инициативы, они почему-то там извернулись так, что зачем нужна была нам налоговая на этой встрече с предпринимателями. Я еще раз обращаюсь к руководству города. Две минуты, Альберт Александрович, давайте, да, вот обращение из КНДО. Нужна стабильность и уверенность. Стабильность и уверенность. А если мы каждый месяц будем там какие-то предпринимать попытки напрячь их, так они все разбегутся. Все разбегутся. Вот Ижевск, наш сосед, все сделал для этого. Все сделал для этого. Он ждет с распростертыми. Вы позвоните туда, вас там оближут, расцелуют и это самое. Так, все-таки по интернету. А у нас даже встречаться не хотят. Да, при домовых территориях. Я правильно понимаю, что отложили вопрос на месяц до следующего заседания или отложили на более длинный период? Я очень хочу, чтобы вообще его не рассматривали. Вообще его рассматривать не надо. Еще раз, бизнесу нужна стабильность, предсказуемость, уверенность в завтрашнем дне. А не то, что там кто-то вложил, а давай-ка завтра мы там его или снесем, или с него больше будем просить. Ну, это же, ну... Вот наши чиновники многие, я еще раз повторю, они думают, что они живут там в другой стране, где закопал пять сольда, да, и выросло дерево из бюджета. Так даже то, что у них выросло, они даже это освоить не могут. Вот результат нашей работы. Как вы критично настроены по отношению к чиновникам. Я не критичный, я реалистичный. Нет ответственности. Нет ответственности. Никакого порядка элементарного не будет без ответственности. Альберт Бекалек, депутат Кировской городской думы, был в нашей студии. Спасибо большое. Программа «Особое мнение» на этом завершается. По НТО, по теме и по капремонту будем, конечно, следить за развитием. Спасибо. Спасибо. До свидания. Особое мнение на 101FM